Ну что, девчонки, всем привет! Открываю свой первый влог. Очень волнительно, потому что в инстаграме я привыкла. Там выкладываешь по 15 секунд, по 30 секунд. То появляешься, то не появляешься. Здесь всё-таки нужно показывать целый день. Так что будем начинать. Надеюсь, вам понравится в формате таком. Я проводила только что Игоря на работу. Верка спит. Так что сейчас мамино время. Ну что, давайте знакомиться. Я Даша, мне 23, и я в июне вышла замуж. Мужа моего зовут Игорь. В сентябре мы переехали в свой дом, и теперь обустраиваемся здесь. Очень много работы, так что видео будет много, много покупок, много всего нового. А ещё я в феврале родила нашу доченьку. Сейчас ей 2 месяца, и она спит в соседней комнате. Вот. И у меня будет обычный влог с мамскими буднями. Покажу вам маленький ром-тур. Это Леркина комната, но здесь она пока не спит. Вот. Единороги её. Комодик, пленальный столик. Наша коляска. Вот. Ремонт здесь был от застройщика, мы его сами не делали. Здесь у нас вешалка, пакеты различные. Всё собираем. Люлька. Вот. Что вам ещё показать? Дом у нас маленький, около 56 квадратных метров, две спальни. Наша спальня с Игорем Леркина. Там у нас совмещенная кухня с залом, туалет, коридор и коридор на улицу. Мне очень понравился просто этот дом. У нас здесь натяжные потолки, белые обои, одинаковые во всём доме. Вот. Тоже одного цвета везде ламинат. Нам очень понравилось, потому что я люблю всё светлое. Ещё раз повторюсь, я минималист. Люблю мало вещей. Люблю белый цвет. Люблю порядок. Так что буду вас мотивировать. Давайте покажу вам сегодня детскую комнату, потому что Лерка в зале спит. Не хочу её будить. Начнём. Здесь у нас всё стоит от коляски. Здесь прогулочный стоит ещё. Мы им не пользуемся. Пока только так. Это люлечка. Мне её присылали по Бартуру в Инстаграме. Тоже уже не пользуемся, потому что она из неё начинает вырастать. И тяжело её оттуда доставать. Это мой медведь. Игорь мне его подарил. На первый день рождения, когда мы начали встречаться ещё. Всё, теперь он с нами. Это пеленальный столик. Мы покупали его вместе с кроваткой. Там, по-моему, трансформер 7 в 1. Вообще не могу без него. Как бы уже надо кроватку тоже делать большую. Но мне жалко разбирать этот столик. Я без него вообще как без рук. Отлично. Ну и, конечно же, он беленький. Одно радует. Вот. Здесь наши все уходовые штучки. Памперсы, влажные салфетки, пелёночки. Это моё. Это тоже моё. Здесь вот у нас лежат карточки её. Вот такие вот. Тоже мне их присылали по Бартуру. Они идут для новорожденного. Со всеми песенками. Вот. Показываю. Ей нравятся. Как раз мы их взяли, когда она уже начала хорошо видеть. Рассматривать всё. Вот. Здесь уже её всякие бантики. Красивые. Тоже потом как-нибудь покажу вам. Здесь вся уходовая косметика её. Многое уже нужно убрать. Многим не пользуемся. Так. Здесь у нас одежды мало, потому что всё сейчас постирано. Вот. Одежды мы покупали мало. Нам практически всё отдавали. Так что у нас её очень много. Мы часто ходим без подгузников. И постоянно штанишки меняем. Так. Ну здесь у нас такой небольшой беспорядок. В этом шкафу у нас здесь пелёнки. Шапочка лежит. Полотенце, игрушки. Так. Здесь у нас стоят цветочки, утюг. Вот ещё цветочки. Окна запотели, так что не могу вам показать, что у нас там на улице. Здесь нам тоже очень много нужно разбираться, потому что у нас нет шкафа большого купе. Из-за этого мы пока на время купили вот такую вот вешалку. Вот. Здесь наша одежда пока висит. Люлечка тоже сразу заносим домой. И вещи тоже. Что-то нам отдали. Что-то нам уже маленькое. Что-то мы в Эйчендем отдадим, чтобы нам скидку дали потом. Ну, ненужные вещи, которые мы уже не носим. Здесь у нас всегда прячется наш пылесос за дверью. Дверь у нас здесь всегда открыта, потому что у нас в доме везде тёплый пол. И двери всегда везде открыты. Чтобы не включать в разных комнатах. Обычно включен только в зале. Вот. Насчёт коляски. Коляска очень прям довольная. Нам её отдали. Мы сами её не покупали. Знаю то, что она продаётся в детском мире. Так что, если кому интересно. Потому что я тоже искала очень долго чёрно-белую. Вот. И вот нам отдали чёрно-белую. Я всё счастлива. Прям очень удобная. Ну и, конечно же, как не рассказать про единорогов. Нам тоже по бартеру прислали эти наклейки. Очень красивые. У нас здесь самые дешёвые обои поклеены, бумажные. Ремонт пока не собираемся делать. Нас пока всё устраивает. И решили пока Лерка маленькая наклеить ей тут единорогов. Пускай она потом и разукрашивает всё, что хочет. Тут фломастерами. Потом уже будем делать здесь ремонт. Нам не жалко. Будет время ей для творчества. Вообще я обожаю Икею. У нас практически всё в доме из Икеи. На полу у нас в постели вот такой вот палас. Мы его покупали ещё в съёмную квартиру. Сейчас он лежит тут в детской, потому что здесь мы полы практически не включаем. Бываем редко. Очень здесь удобно лежит. Потом ещё заказали сюда термопалас ей. Будет она здесь ползать как раз на всю комнату. Тоже пришлют по бартеру. Очень красивые. Комод у нас тоже из Икеи. Лампы из Икеи. Тюль белая у нас из Леруа Мерлен. Шторы тоже Икея. Ну, короче, у нас практически всё дома. Леруа Мерлен и Икея. Мне кажется, сейчас практически в каждом доме так. Столик с кроваткой покупали в магазине Мама Сан. Это в Уфе. Кроватка с матрасом, по-моему, вышла около 8 тысяч. А ещё я знаю то, что меня будут смотреть мои девочки с Инстаграма. И я буду прям благодарна вам, если вы напишите в комментариях, о чём мне снять следующее видео, что вам показать. Потому что, ну, новенькие всё равно не знают. Вы всё-таки знаете обо мне всё. И я не знаю даже, что вам рассказывать. Вообще сегодня целый день потратили на то, чтобы найти приложение для монтирования. Видео. И ничего не смогли, короче, скачать. В итоге я скачала пока временно приложение на телефон. Вот, попробую там обрабатывать первое время. Потом уже посмотрим вообще, как пойдёт. Я даже не знаю, останусь я или нет. Но я бы хотела, потому что мне больше нравится YouTube. Я сама на нём всегда сижу. Это очень удобно. Чем Инстаграм. Всё равно на Инстаграм очень много нужно времени. И эти сторис, каждые переключать, смотреть каждого человека не очень удобно. А ещё, мне кажется, у каждой так мамочки. Вот ребёнок, когда не спит, капризничает. Сразу столько планов, сразу столько охоты сделать, столько работы. Но она капризничает, и ты ничего не успеваешь. Отойти не успеваешь. А у меня сейчас она уже четвёртый час спит, и я не знаю, чем себя занять. Наверное, кушать пойду, потому что я уже дома убралась. И вам уже всю детскую показала. Туда не могу выйти, потому что она спит. Свет выключен. Приходится сидеть в её комнате, сидеть в Инстаграме, что-то делать. Уже, не знаю, все шкафы разобрала за эту неделю. Совсем нет работы. На улице ещё такая плохая погода, ветер. Даже не выйдешь, не погуляешь никуда. Вообще, я бы с удовольствием перешла с формата Инстаграм на формат Ютуб, потому что это намного интереснее. Я сама люблю больше смотреть Ютуб, потому что там больше жизни, более всё живое. Кажется, как будто с тобой проводят весь день. Ну и хочется вам всё показывать, хочется рассказывать. В Инстаграме сейчас очень тяжело, очень тяжело продвигаться. И сейчас просмотры много режутся, и многие не видят. Очень тяжело. Так что я надеюсь, вы меня многие поддержите, потому что мне в Инстаграм много девочек писали. Давай, у тебя всё получится. Так что пишите свои комментарии под постом. Может быть, вам что-то будет интересное, я вам расскажу, поделюсь с вами. Потому что много ещё что рассказывать. Это только была одна комната. Вот, ещё впереди целый дом. Ещё Лерка впереди. Так что ждите моего следующего влога. Но не каждый день, потому что время тоже на это нужно. А я всё-таки мамочка, и дочке всё равно нужно уделять время. Так что всем пока-пока. Спасибо за просмотр.